У меня сейчас есть не очень приятный пример. Мои знакомые разводятся. И я, поскольку общая знакомая и мужа этой жены, я слышу их разные версии объяснений, почему произошёл развод. И вот жена рассказывает, что он был там невнимательный, ей не помогал, каких-то там бытовых моментов не поддерживал, ещё чего-то. А его объяснение, что она себе другого мужчину нашла. И вообще, казалось бы, разные истории, но между этими людьми происходило же что-то одно. И вопрос не к тому, кто прав, кому верить, а их мозг выполняет разную задачу. То есть мозг мужчины хочет как-то... Просто для него это было как гром среди ясного неба. У него было всё хорошо, и тут она говорит, я от тебя ухожу, мы разводимся. И его мозг, выполняя задачу, что надо как-то себя защитить, такого не может быть, я же идеальный муж. Оправдать. Оправдать, да. И он выкладывает истории, что и вот он её туда возил, и вот это делал, как же так. Получается, она теперь змею на груди пригрел, предательница, вот она у него предательница теперь. А её мозг, поскольку принял решение уходить, подтягивает другие воспоминания, что вот он там ничего не делал, денег не зарабатывал. Ну, например, вот такие задачи разные, воспоминания разные. Но ситуация-то одна, что-то же одно происходит в реальности. Получается, то, какие причины для развода называют они каждый со своей стороны, это просто сознательные объяснения, как раз те, которые мы с вами проходили на первом занятии. Причём у кого-то они в формате ложных воспоминаний, что вот я всё помню, он всё для меня делал плохо. Да, это же целая история, которую нужно было создать. Сколько они были в браке? Десять лет. Десять лет в браке и наверняка всё делал, все десять лет делал плохо, ничего хорошего не сделал. Ну, понятно, что я утрирую немножечко, да, но это то, как работает наш мозг. Он действительно создаёт воспоминания или мысли, или сознательную какую-то конструкцию под задачу, для того, чтобы всё у нас было непротиворечиво.